Нам важно не просто сохранение исторической памяти, но и развитие духа патриотизма. Инициатива главы региона Вячеслава Гладкова об открытии туристического маршрута «Москва-Прохоровка» и запуске одноименного стилизованного поезда поддержана руководством Юго-Восточной железной дороги. Концепцию будущего проекта обсудили сегодня на совещании правительства области вместе с представителями ЮВЖД и Управления культуры. Планируется несколько маршрутов. Сейчас важно определить логистику движения, работу музеев и экскурсий. Все предложения в дорожную карту должны внести до вторника. Помимо разработки туристических маршрутов, особое внимание на инфраструктуру. Среди важных деталей строительство путепроводов и дополнительных станций, инженерное обустройство и информационное сопровождение, транспортное обеспечение по направлениям организованных и неорганизованных групп туристов, безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями, предполагаемые варианты подъезда к музейному комплексу от железнодорожной платформы. Я убежден, что это будет яркий проект, который вызовет большой интерес не только жителей трех областей, но я надеюсь, что и москвичей, и других жителей других регионов. Но надо сейчас только переложить это в план работы. То есть в идеале мы должны войти в 2022 год уже с обсчитанными мероприятиями. Сейчас задача концепции, которая в принципе у нас уже есть, нам нужно перейти к конкретике. Отметим, за год до пандемии в 2019-м третье ратное поле России посетило более 630 тысяч человек. Новый туристический маршрут и ретро-поезд смогут повысить туристическую привлекательность Прохоровки во много раз. Кроме того, к 80-летию Прохоровского сражения в июле 2023 года РЖД планирует также открыть музей на железнодорожном вокзале в Старом Осколе.